Привет, друзья! Вот у меня долгожданный друг Нодар Беридзе, который несёт добро в мире. Скажи, пожалуйста, Нодар, что ты хочешь сказать всем участникам школы «Человек будущего»? Добрый день, дорогие друзья! Добрый вечер, Хосай Магомедович, дорогой! Вот, на самом деле, долгожданный. Сколько раз Хосай Магомедович показывал мой велосипед, и вот я сейчас сяду на нём. Огромное спасибо, в первую очередь, Хосай Магомедович, за вас, за вашу доброту, за вашу добрую душу. Мы равняемся на вас, и ваша школа, конечно, это уникальная. Что касается доброты, и эстафета добра, которого мы уже готовим. Вот завтра у меня будет презентация в Москве, подготовительный этап, чтобы уже запуск выставки и презентации мы начали в конце этого месяца. Это будет грандиознейший проект мирового масштаба, дорогие друзья, эстафета добра, проект, который до этого был путь мира. Тоже на велосипеде я проехал 65 тысяч километров, оно перерастает, трансформируется в следующий этап, это эстафета добра. Да, общаясь с такими людьми, как Хосай Магомедович, и углубляясь в таких работах в целом, общаясь со многими людьми, по всему пути, приходишь к выводу, что надо всё-таки делать ещё больше и ещё больше. Расскажи, пожалуйста, Нодар, какие ты уже провёл эти марафоны, скажи вот. Марафоны в 28 странах, свыше 65 тысяч километров, минус 38 я ехал, плюс 40 я ехал, основной маршрут с Владивостока до Лиссабона, но тут география тоже, в принципе, имеет огромное значение, но самое главное, дорогие друзья, это общение с людьми. Вот, Хосай Магомедович, возьмём элементарный пример. Ты скажи, с кем ты там ещё встретился? Нет, встретился со многими видающимися людьми, общаюсь тоже, и был для меня один из удивительных моментов, для моих друзей, для меня нет. Когда из Минска звонит, я поменял со своим другом номер телефона, и звонит Александр Васильевич Медвед, трёхкратный олимпийский чемпион в прошлом году, в августе, и говорит моему другу, с кем я поменял номерами, чтобы он передал мне большое приветствие с Минска от Александра Васильевича, и приглашал он меня в Минск на турнир в честь его день рождения, ну, в сентябре. В целом, и таких, как бы, курьёзных моментов очень много. Но, дорогие друзья, для людей, вот мы здесь говорили сейчас, я услышал фразу «сохранять разум на планете Земля». Понимаете, для человека две основные, как бы, фундаментальные вещи, это главное. Первое – это здоровье, и второе – это общение. Вот метод-ключ, который объединяет вот этот синтез, понимаете, и вот эти подписчики, или аудитория, или которые должны расти, мы всё сделаем, чтобы наша аудитория была максимально больше и эффективнее, не только для нас, как бы, чисто цифры, или подписчики, количество, нет, надо, чтобы… Понятное дело. Надо, чтобы это вы были… Люди, чтобы участвовали совместно. Чтобы это было, чтобы им было интересно, первое, и чтобы это в реале давало такие моменты, чтобы они использовали. Вот я тоже много был на семинарах, на лекциях, на тренингах и так далее. И первые десять минут достаточно, чтобы… Ну, это тоже много, но достаточно определить, надо мне это или не надо. Вот, что касается Хасаи Магомеда, вашу науку, этот научный подход, оно… Это, можно сказать, мы берём как фундамент своей эстафеты добра. И ещё раз говорю, дорогие друзья, что, несмотря на эти коронавирусы, эти ограничения, это сумасшедствие по всему миру на планете Земля, мы всё-таки 21 сентября, с Божьей помощью, с Тбилиси начинаем тур до Афины. Это всё-таки с кругами получается больше 5000 километров. Нас будет из шести-семи стран, разных стран, велосипедисты со своими флагами. Ну, одним словом, эстафета добра начинает свой путь. Из Тбилиси до Афины. Это подготовительный уступитель нетов, как я сказал уже, и в следующем году, 21 марта, или с Токио от Олимпиады, который уже пройдёт скоро, в этом месяце, или с Владивостока, потому что, опять-таки, пандемия пустит, насколько пустит, это мы пока ещё не знаем, с Владивостока до Парижа, то есть два с половиной года получится в пути, это будет… Два с половиной года будешь на колёсах? Да. И сколько там будет с тобой ещё велосипедистов? Ну, до пятнадцати, пока мы, потому что, вот, управлять командой, 15 человек, это для меня, на велосипеде, это сложновато, Хосай Магомедович, даже два-три человека, каждый, как бы, гонит свою, держит скорость, там, ну, и так далее, и тому подобное. Сейчас семь человек у нас есть в группе, команда, это я с Грузии, Игорь, Роберт Марков из Якуты на одноколёсном велосипеде, Это, кстати, Андрей Нечипаренко из Харкова, Рамиль Зиадов из Азербайджана, Хурсант Шеров из Узбекистана, и Марита Прудникова из Литвы, чемпионка Литвы по велоспорту. Это шесть человек, ядро, и там ещё есть, ну, вот, пока вот это шесть человек. И плюс команда, пока мисс энтузиастов, и соцсети, и, значит, бухгалтер, ну, там всё, все это надо, потому что это будут, ещё раз говорю, огромнейшие мероприятия. И в день, в среднем, 50, 150, 200 километров на велосипеде с одного города, когда уедем утром, местные ребята сядут для подключения в проекте, значит, они сядут на наших велосипедах, мы экономим, как бы, энергию свою, но для меня 100 километров норма, 150 уже больше, 200 уже, я два дня должен лежать и отходить, понимаете? И вот этот процесс, понимаете, и дальше, у меня очень 23 тысячи телефонных контактов, да? У меня тоже огромнейший потенциал, как бы, в интернете, но вот за тысячи перед бурью, можно сказать. Это будет в разных городах, в разных странах, по всему миру, по большому счёту, потому что именно спорт, именно вот это общение, оно сближает людей, которые сейчас очень нужны. Смотря на эту доброту, как телефон и компьютер, и так далее, мы отходим, отдаляемся друг от друга. Я видел, кстати, я в России приехал по билету чемпионата Европы. Футбол в Санкт-Петербурге, Швейцария, Испания играла, да, я был на этом матче. Значит, я всё-таки футбольным этим приехал, билетом. Виза не надо было, понимаете? Это был хороший шанс для меня. Но, сидя на стадионе «Газпромарена» в Санкт-Петербурге, величайший стадион, ну, супер. Десятки тысяч людей, Хасай Магомедович, смотрели, как 22 молодца гоняют один мяч, и вот кто-то там чипсич, кто-то там кока-колу пьёт, кто-то пьёт, и всё. Понимаете? Это адреналин вот заканчивается на этом. Эстафета добра, дорогие друзья, это будет возможность каждому человеку участвовать. В своём городе, в своём колхозе, в своём ауле организовать. Это велосипед будет, или там просто пеший будет, или... Но в день одно добро, чтобы как минимум прокрутить в голову, и помочь просто старику, или бабушку. Ну, напоминать людям, что мы люди, да? Вот именно, да? Сохранять разум на планете, и эту доброту. Потому что мы такие стали чужими, агрессивными, за одно полуслово можем позволить... Ну, понимаете, дорогие друзья, я ещё хочу чуть-чуть скажу, Хасай Магомедович, я с 2007 года помогаю программе «Жди меня». Я добровольный помощник, доверенный, добровольный помощник программе «Жди меня» в 10 странах. Нашёл тысяча людей, больше тысяча людей. Я продолжаю эту работу, потому что это у меня получается. Это раз. Второе. Я чувствую нужным человеком в этом аудитории, и это... И это до того, понимаете, до того показательно, в том плане, что ты возьми и делай... Вот мне спрашивают, Нодар, тебе деньги платят? Говорят, нет. Я у них в штате не сижу. А зачем ты это делаешь? Ну, давай, прежде чем мне это спросить, задай себе тот же самый вопрос, почему я на Дарберите делаю это? Я не сумасшедший. У меня... Я как-то говорю, тот, что нормальный человек. Прекраснейшая семья, отношения и так далее. Но, дорогие друзья, почему Хасай Магомедович столько времени уделяет нас? Почему? Понимаете? Это вот покрутите в голову, почему люди... Когда вам кто-нибудь делает чуть-чуть даже добро, вам приятно? Просто комплимент, когда делают, вам приятно? Приятно. Маленький хороший поступок, полезен для всего мира. Да. А большой тем более. Одна элементарная улыбка, Хасай Магомедович, я был за рулем у себя. Ну, это несколько лет тому назад. И я нарушил. Ну, чуть не наехал на машину. И он вот так, короче, показывал. Я улыбнулся. Говорю, поднял руку, улыбнулся. И махнул рукой. И он тоже с улыбкой и проехал дальше. Понятно. А вот, а что, продолжать надо было? То есть, надо быть, дорогие друзья, надо быть... Это, может, тяжело, как бы, иной раз понять, но надо быть в висшем обстоятельстве. Тогда у нас все получится. Конечно, все переживания, все чувства, сотрудничество. Самое главное, помнить все время, что мы люди. Дело в том, что нас пытаются каким-то образом, то ли специально, то ли не специально, хаос создавать ее. И поэтому мы получаемся в состоянии, когда мы забываем главные ценности. Сопереживание, чувство бесценности живого, сотрудничество, чувство чужой боли, коллективное творчество, созидание. Это главные общечеловеческие ценности. Вылетает у нас из головы. Ну, вот я, например, не доспал сегодня, а встал, потому что Нодар должен прийти. У меня раздражимость. Я думаю, Ред Донодар, ты же знаешь, что я там, у меня шея там проблемная, там операция. Ну, чего же ты так пришел рано? Мне же хочется ему сказать это, но я же чувствую, что он специально пришел, специально ехал, и у меня на душе сразу теплеет. Я готов к этой доброте, я готов его обнять, несмотря на пандемию и так далее. Он мне как брат, потому что мы все люди, мы друг другу братья. Потому что мы отличаемся от животных, которые наши младшие братья, тем, что они запрограммированы инстинктами выживания. А у нас, кроме инстинктов выживания, есть еще высшие потребности, это созидание. Потому что, если мы не будем любить друг друга по-человечески, как люди, если мы не будем общаться, как люди, мы не сможем создать новое. А если мы не сможем создать новое, вот, допустим, будет новый ледниковый период, или какой-то астероид упадет, а мы не сможем создавать, мы не сможем защититься. И погаснет разум на планете. Потому что между людьми, между супереживанием и созиданием, созданием нового, очень большая связь. Человек не может быть творцом, он останется на уровне животного, если он не будет человеком. Это очень связанные вещи. Это вот сегодня вот недостаточно людей, которые уже это понимают, потому что, я, например, говорил, как только ложь началась по телевидению, я потом уже, когда начался мусор на улице, когда начались безобразия, и для меня это было очевидно, почему. Этот мусор, а сейчас тем более идут всякие безобразия, это следствие вранья. Потому что человек – это любовь и ответственность за свои поступки, чтобы люди видели дальше своего носа, между причинами и следствиями. Я когда начал об этом говорить, а мне люди говорят, да что вы ерунду говорите, вы какой-то наивный чудак, вы посмотрите, какое безобразие на улице, а вы говорите о какой-то гуманизм, философии. Кому сейчас до этого? Так это же причина, врать-то не надо. В управлении с людьми врать нельзя. Вот сейчас наше руководство немножко много соврали, и поэтому теперь уже не доверяют, и дистанцию не соблюдают. Это же все причинно-следственные связи. Теперь у всех голова поехала, что и как. Поэтому, чтобы сохранить понимание истины, чтобы сохранить разум на планете, нам нужно в первую очередь вокруг общечеловеческих ценностей. Доброта спасет мир. А Нодар Березе несет добро людям. Это своим веломарафоном. А как мы можем тебя в разных городах, в разных местах поддерживать? Каждый человек. Я в комментариях напишу свой телефон, если вы разрешите. Конечно, конечно. Или пускай к вам звонят. Не-не-не, пускай прямо тебе звонят. И в каждом городе, дорогие друзья, команда Хосея Магомедовича, метода «Луча» от этого канала, это тоже наши партнеры. Тут даже партнеры немножко какое-то чужое слово. Участники веломарафона. Это на основе дружбы, на основе глубокого уважения. Это основа, по крайней мере, для меня. А мы как раз пользуясь этим, расскажем всем. Да. Хлёст руками по спине, упражнения лыжник, шалтай-болтай, как косить траву, плавательные упражнения, чтобы весь мир научился в синкро-гимнастике и снимать стресс. Да. И использовать энергию стресса для своих целей, решать задачи свои, снимать напряжение, включать здоровье. Вот возьмем тот случай, что в Японии при выходе большой корпорации стоит чучело макета, или как его, директора. И каждый желающий бьет его по лицу. То есть он оставляет... А у нас изображения бой с тенью, бой с тенью. Вот. Это оставляет человек свой негатив. Вот эти эмоции. Бывают же на работе, бывают. И в жизни бывает, бывает. Поэтому вот это надо не держать в себе, а чтобы бить полегче, чтобы бить в энергии. Чтобы пар выпустить. Конечно, чтобы агрессию снять, надо подбирать себе действия синхронные твоему состоянию. Хочешь орать, ари, там хочется бить кого-то. Закрой свою дверь, чтобы никто тебя не видел, чтобы не подумали. Загоняй в угол. Да, и сам мнимый, мнимый. Это элементы ключ-два. Ну, это же все уже у нас в школе знают, как выходить из стресса, в состоянии нуля, безмятежности, когда обретать разум, восстанавливаться, становиться здоровым, включать на труде аптеку. Мы сотрудничаем, потому что, надо как раз вот это вместе с флагом о доброте понесет и методику ключ. Да, мы напечатаем там несколько страничек. У нас будет электронный вид, в каждом городе будем распечатать. Да, и они будут делать хлест руками по спине. Это то, что дети делают. И, дорогие друзья, давайте из, значит, статуса просто слушателя, да, Хасаи Магомедовича, мы переходим уже в процессе участника. Участника, да. Я проехал 55 регионов, субъектов Российской Федерации. Я не был в Молдавии на велосипеде. Остальные все постсоветские страны проехал. В целом 28 стран. Очень много друзей, очень много таких вот достойнейших людей, как возьмем Хасаи Магомедовича, да. Давайте еще как бы поактивнее, да. Я свой человек, как Хасаи Магомедович. Открытый, светлый человек, да. Ну, естественно, со своими там... Ну, я бы ничего так же со своими особенностями, а как же. Ну, каждый человек уникален, Хасаи Магомедович. Уникален, как же, да. Поэтому, дорогие друзья, вот давайте дружить, давайте вместе вот это все делать. Опять-таки, не просто вот как бы просто слушать, активный участник, что бы мы вместе сделали. Потому что завтра, послезавтра наше будущее поколение вот сегодня просто задать там... Ну, раньше как было, давайте по-другому скажем, да. Каждое будущее поколение, Хасаи Магомедович, в школе обучался больше знаний имел, чем родители. А сейчас наоборот. А сейчас наоборот. Чтобы там... Я закончил физико-математическую школу. сложнейшие там геометрические, ариатметические решали. А сейчас кружочек, а то это вариант, первый, второй, третий. Ну, понятно. Ну, это же... Мозг должен работать. Чтобы сохранить нам разум, мозг должен работать. И мы должны быть вместе, дорогие друзья. Да, да, да. В первую очередь, вот как мы делаем уроки коллективного творчества в нашей школе Человек-будущего, Homo Futurus, велосипед дописываем, чтобы я мог Нодару достойно его вручить, чтобы он там потом, когда повезет, в следующий раз показал, что мы все это создавали вместе. Но это же пример, потому что мы потом на этом примере глобальные вопросы человека и человечества будем решать мозговыми штурмами. Поэтому добро, вот как я раньше говорил, основы, пробивания неизвестности и смятения, и страха является человечность. А это всегда предполагает коллективное творчество, сотрудничество, потому что информация сегодня нас заполоняет, мы не знаем, как жить, как быть. А это общие человеческие ценности, возьмемся за это, друзья. А это, как раньше говорили, возьмемся за руки, друзья. Правильно? Таким образом беремся за руку велосипеда, да? Я хочу, как бы, под видео итоги сказать, Хосай Магомедович, что вы не торопитесь с завершением. Он хочет, чтобы качественно было. Качественно, качественно и так будет, потому что это будет от души. Много тут изобретать велосипед не надо, но хочу сказать следующее. Правильно я тебе сказал, извини, да? Все хорошо, что сделано с любовью. Вот именно. Мы от души делаем, и поэтому будет хорошо. Главное, дорогие друзья, то, что в Грузии, от Батуми 50 километров, я планирую долевое участие строительства и хозяйства, и плантации. Будет у нас два с половиной километра минимум, беседка, виноградник. Это будет один из достойнейших мест для посещения туристов в Грузии. В первую очередь, я приглашаю вас в Грузии, естественно, вас Хосай Магомедович, и это картина. И, значит, вашего имени будет куст винограда. Да, и у вас, у каждого есть шанс, чтобы принять в этом участие. Я напишу свой телефон, выходите на связи, и это будет, еще раз говорю, может, вы не приедете первые там два, три, пять лет в Грузию, но у вас будет, у нас будет общая такая вот команда, которой мы будем вместе решать многие вопросы, и хочу сказать, также я очень часто говорю, что у меня очень длинные руки, у меня от Владивостока до Калининграда, ну, в 55 регионах есть друзья. И везде могу я вопросы решать, если я попрошу, ну, вы же мне не отказали, когда мне было очень сложно, Хасай Магомедович. Это помню, как не знаю, да, вот, как самый нужный момент в вашу помощь, понимаете? Это просто... У меня не длинные руки, а длинные колеса получили. Я хочу, дорогие друзья, сказать вам, что вот, давайте еще немножко активнее, как бы, да, подержим. И конкретно, что вот мы можем сделать, активность, вот, допустим, то, что мы вспоминаем, каждый из нас, что нам надо все-таки быть человеком, его качества, человеческие, это уже, это уже противостоит всяким пандемиям. Да, да, вы увидите потом причинно-следственные связи. А конкретно, вот, ты дам телефон, что каждый из нас может, какую активность проявить, как я там поддерживаю? в первую очередь, подождите, давайте по порядку, в первую очередь, мы давайте поддержим себя. Ну, как? Тем самым, то есть, в каждом семье, семья, оно сложное, сложное... Это организм. Сложный организм, да. В семье давайте не ругаться ни матом, ни ссориться, и если мы, например, допускаем ошибки, когда нас не ругают, когда нас прощают, когда подсказывают, как лучше, это же хорошо. Сколько вот, мол, я проехал, прошел 90-е, лихие 90-е, и был один случай, когда, ну, тупил, короче, в одном вопросе, и мне конкретно повернули, сказали, ну да, так нельзя. Вот по-человечески, подумай, ты не прав. Мне сейчас, даже сейчас стыдно, но это, я глубоко уважаю этого человека. Он, я на его месте, наверное, дал бы по-шочину, клинус, но Хосей Магомедович, он сказал, надо, ну не надо, нельзя так, мне до сих пор это приятно. Вот, понимаете, когда вы тысячекратно правы, и прощаете, и просто показываете человеку, ну, просто похлопал на плечо, это вы бог в данном случае, понимаете, и давайте, если вот быть честными, открытыми, в семье, если маленький ребенок, обнимите, там, родителей обнимите, вот, дайте, чтобы плиус, вот эта энергетика, пошла от вас, оно вернется кратко, как бы, в разы, сильнее, и, да, остальное уже, тем самым мы будем положительное общество, дорогие друзья, остальное уже, еще раз говорю, в каждом семье, в каждом семье, нет, в каждом селе, в каждом квартале, в каждом городе, в каждой стране, я приглашаю вас всех, наш большой тур по имени Слава Добра. Давайте, соединяемся, добавляемся, на связи, до встречи, друзья. Спасибо всем, Игорь Негода. Мы на пути к будущему, это окно в будущее, до встречи, друзья. Спасибо.